Советский автопром иногда выпускал настоящие легенды. Автомобиль, которым мы можем гордиться до сих пор. Нива или ВАЗ-2121. Идея создания принадлежит председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину. Техническое задание было дано Волгскому заводу, Ижмашу и АЗЛК. Лучший прототип получился у тольяттинцев, его и приняли к производству. Первая опытная партия сошла с конвейера Волгского автозавода в феврале 1976 года. Серийное же производство началось 5 апреля 1977 года. Кстати, советские конструкторы были первыми, кто создал ныне популярный класс кроссоверов. С первого взгляда это обычный трехдверный универсал. Правда, на больших зубастых 16-дюймовых колесах. Короткая база, большой дорожный просвет и короткие свесы способствуют хорошей проходимости. Кузов у машины несущий. Высокий порог третьей двери немного усложняет загрузку багажника. Передний мост с разрезной рычажно-пружинной подвеской оригинальной конструкции. Сзади обычная для Жигулей балка. Под капотом стандартный вазовский шестерочный мотор, карбюраторный, четырехцилиндровый, объемом 1580 кубических сантиметров, мощностью 80 лошадиных сил. К нему пристыкована четырехступенчатая коробка передач от того же автомобиля. Садиться в машину удобно, у нее широкие двери. А вот задним пассажирам сложнее попасть на свои места. Зато диван можно сложить, увеличив объем багажника с 265 до 585 кубических дециметров. Детали внутреннего интерьера позаимствованы у ВАЗ-2106. Динамика не впечатляет, зато большие колеса великолепно глотают дорожные неровности. Немного досаждает шум раздатки. С появлением Нивы пришлось подвинуться даже всепролазному, но аскетичному УАЗу. Лучшей машины для председателя колхоза просто не было. Это вам не какой-нибудь паркетник для езды по усыпанной листьями тропинки к даче. Это настоящий серьезный внедорожник, способный преодолеть очень сложные участки пересеченной местности. ВАЗ-2121 изготавливали до 1994 года. Нынешние ее потомки выпускаются под другим именем, но все же в основе их старая добрая Нива.